Психопрофилактика. Такое слово, на самом деле, научный термин. Меня спрашивают, что это такое. Это когда вы создаете условия для такой нормальной, здоровой жизни. Это и нагрузки должны быть адекватные, это отношения должны быть адекватные и так далее. Но проблема состоит в том, что наш мозг склонен к тому, чтобы спотыкаться на всяких разных жизненных сложностях, стрессах, проблемах. И в результате они могут превращаться уже в такие полноценные симптомы. Но если человек думает, что у него панические атаки возникли на ровном месте, это не так. Он где-то испытывает в какой-то части своей жизни, в каком-то аспекте своей жизни чувство тревоги, чувство какого-то неудовлетворенности, какой-то фрустрации внутренней и так далее. И он там находит этому объяснение. Потому что тревога из-за начальника, неудовлетворенность из-за супруга – это, значит, из-за этого и так далее. Но на самом деле это просто эмоциональный дискомфорт, который будет искать для себя дырку, через которую он сможет выпрыгнуть. И вот психопрофилактика, в отличие от психогиены, это не просто вот такая здоровая жизнь. Это когда вы не позволяете в вашей жизни образовываться сгущением, недовольство и дискомфорта. И как только вы это видите, вы понимаете, что проблема есть, пусть она еще не катастрофическая, не огромная. Но она уже есть, и вы относитесь к этому ответственно. Вы понимаете, что в моей жизни есть, условно говоря, больной зуб. И зубогигиена, вы понимаете, что такое? Чистка зубов. А когда вы кариес лечите, у вас там профилактика удаления зуба. И поэтому, как только у вас кариес, так сказать, в отношениях или на работе, или в самореализации возник, ну лечите кариес, это пока только профилактика беды. И легче с этим делать, чем потом мотаться с протезированием и прочей глобутой.